здравствуйте это программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим о приятном о здоровом образе жизни который выражается в данном случае но для кого-то фигурном катании для кого-то может быть хоккей а для кого-то просто глаз радует когда уже каток то есть это не просто уже такой зимний период что называется а есть куда сходить с детьми может быть кто-то наконец-то попытается встать на коньки и научиться кататься либо как некоторые может вспомнить как он когда-то катался на коньках ну для этого наверное катки и существует такая традиция которая всегда приходит вместе с зимним периодом и уходит иногда даже уже весной у нас сегодня в студии в гостях директор катка в парке наташинские пруды городского круга люберцы анастасия кулик здравствуйте анастасия но ведь правда народ же любят катки такая древняя забава что ли по-моему до всех дел еще заливали катки катки любят очень каток наташинском парке любят больше всего почему чем в прошлом сезоне во первых мы открылись раньше всех то еще не успел закончиться октябрь как мы уже залили лед поскольку лед у нас искусственный мы имеем возможность сохранять его даже при плюсовой температуре может и в летом тогда уже закончили мы свою зимнюю деятельность 27 марта соответственно уже практически в апреле да можно сказать и так за пять месяцев мы встретили у себя в гостях 35 тысяч жителей городского округа люберцы то вы по билетам да можете при мы до отсчитываем контрольная пропускная система мы можем посмотреть какое количество жителей у нас прошло это возрастом совершенно разнообразным от трех лет детка а не такой самый старший самый младший мы вы знаете по поводу самого старшего точно можем сказать а самый младший нет потому что многие приходят и катаются на помощников фигуристов мама приходит ребеночку надевают коньки просто садят ребенок ездит на дельфинчики а мама катается но это могут быть детки там я думаю от полутора лет в принципе да как уже ходящие детки тогда самый старший у нас был восемьдесят четыре года восемьдесят четыре до житель городского круга специалист по конькам он и по роликам и по конькам ну сезон 2023 получается 2024 как-то время так быстро бежит мы с вами встречались до давненько говорили о других еще видах спорта летних но вот почему людей людям именно нужен каток ведь раньше я помню во дворах ну еще там советское время до выходили чего-то заливали ну естественным таким путем вот и там проблема всегда была кит камешек попадется еще что-то а у вас я так понимаю все идеально у нас все идеально почему я вам расскажу так во первых у нас разбито время по сеансам каждые полтора часа проходит заливка катка это машина есть специальная ледозаливочная машина борта подрезная машина поскольку мы помимо массовых катаний на катке существуют секции разнообразные для разного возраста это и активное долголетие секции фигурного катания и хоккей и проводим также хоккейные матчи ночная лига у нас два раза в неделю вечером после закрытия катка после 21 30 у нас всех выгоняем и начинаем ночную ночную лигу из жителей это тоже все на безвозмездной основе приходят из числа жителей люди заявляют в команды команда из числа жителей капитаны с числа жителей набирают людей и вынесла ряда хорошо вот я знаю что еще помимо этого у нас и ну крупные шоу проходит во второй части мы об этом поговорим а сейчас давайте вернемся к самой вот этой заливки вы сказали что он искусственное значит он сделан по последнему слову техники то есть он каким-то образом как это вообще все осуществляется какая-то специальная вода специально равняется вода обыкновенная но есть такие специальные да такие хитрости называются они айсматы которым течет хладагент айсматы но они представляют из себя резиновую трубку обыкновенной которая раскатывается по всему периметру поля в которой течет хладагент и из холодильной машины которую она в открытом доступе когда вы придете к нам на каток вы увидите из нее подается хладагент и он постоянно курсирует по трубочкам я говорю совершенно и поддерживает и поддерживает холодную температуру получается внутренне соответственно мы регулируем самостоятельно когда начинаем заливать нам немножко холоднее нужно чтобы было потому что начинаем заливать еще не при большом минусе а когда уже в январе и феврале когда минус 25 уже мы чувствуем иногда даже выключаем холодильную машину если температура воздуха примерно там 20 градусов то наверно на саму по себе как бы да ну у нас последнее время редко такие хотя бывает дней пять может и за 30 уйти я иногда и за 33 важно поддерживать да и технологии по размерам этот каток он каким-то гостом сделан стандартам это хоккейная коробка стандартная канатка что значит еще другие ну и я так понимаю благодаря тому что и игры проходят и фигурное катание и просто как и даже активное долголетие да это получается что у вас могут быть любые варианты и возникает вопрос а как это все может уместиться на одном катке когда столько событий столько мероприятия не получится так что я приду например скажу а когда к вам можно прийти вы скажете сегодня у нас тут и завтра тут приходите через пять дней не получится не получится почему я вам расскажу почему есть расписание так в основном все массовые катания они происходят вечернее время в основном если работы работы родители пришли домой мам пап хочу на каток пойдем и все идут в это время мы соответственно никакие занятия не ставим расписание все расписание у нас проходят с четырех часов до пяти утром у нас идет активное долголетие потому что в основном это не работающее население которое имеет возможность приходить можно сказать это самое топовое время для них потому что лед мы даже не закрываем и малое количество людей приходит если это не праздники если это праздники то естественно у нас это новогодняя такая череда когда сплошной праздник до сплошной праздник и мы стараемся тоже устроить единственное что мы в эти праздники проводим это показательные выступления и мастер-классы чтобы как-то людей не просто хаотично катались против часовой стрелки в ту второй части мы тоже поговорим об этом кто у вас тренирует и что у вас за секции вот эти вот мастер-класса по поводу активного долголетия это обязательно человек должен уметь кататься или в принципе тоже может прийти ну может быть катался когда-то давно в молодости вот а сейчас вдруг захотелось но страшновато но но захотелось то есть могут до помочь в активном долголетии немножко занятия провести какие-то там же прикреплен могут научить могут даже научить любом возрасте совершенно начинается все от бортика все становятся возле борта тренер у нас супер профессионал ольга александровна рогозинская она единственный тренер который занимается с активным долголетием потому что это особенный возраст очень хрупкий мы очень логически физически настроить да за каждым индивидуально следим и группа если более семи человек мы стараемся ее разбить половина у нас без льда без коньков потом переобувается остальная половина заново какие-то упражнения чтобы чтобы был зрительный контакт непосредственно за каждым чтобы не произошло то никакого падения и чего такого прочего понятно хорошо и так а утром вообще как работает каток по времени там с до или он как только работает с 10 утра до 21 30 до 21 30 а потом от ночная лига после этого два раза в неделю ночная лига но я могу сказать по прошлому году это был вторник и четверг 21 30 приходят жители в основном это в подавляющем большинстве это мужчины полчасика раздеться переодеться мы в это время заливаем каток и в 22 часа начинается игра вот давайте немножко поговорим еще об инфраструктуре как говорят сейчас потому что это же не просто каток опять же там дворовой залили и так далее все серьезно все как положено вот канатка как мы теперь выяснили да какая инфраструктура вы говорите переодеться но есть какие-то я не знаю необходимые скажем так нет все необходимо для того чтобы каток зарегистрировано и работал нормально не знать об туалет и переодевать переодевания естественно конечно все работает штатном режиме по графику работы как работает каток так и работает туалеты у нас теплые большие туалеты с пандусом для инвалидов также прокат территория проката у нас достаточно большая 100 квадратных метров на этой территории располагаются металлические шкафы для индивидуального использования для того чтобы можно было положить свои вещи чтобы на каток же не пойдешь сумкой там с переобувкой соответственно работает прокат где можно в прокат взять коньки коньки у нас от 25 размера детские до 45 размера мужские знаю что у вас 46 вы мне в прошлый раз говорили вы запомнили есть раздвижные мужские большие коньки раздвижные ну их можно раздвинуть они 43 по 46 а так интересно вообще такая обувь была да на любую ногу не только хоть и хорошо удобно да а вот еще такой вопрос стоимость услуг я имею ввиду ну не бесплатно же до берется в аренду проходит в билет или я должен отдельно заплатить или я могу со своими прийти а у нас билетов нет только qr-код человек получает мы его получаем исключительно для контроля количества потому что без qr-кода не то есть бесплатный вариант бесплатный средства на хорошо тока будет вот это очень важно потому что некоторые слышат каток слова и сразу думают что зареги а qr-код вам нужно где его как получить на сайте qr-код получаем нельзя к вам прийти например и там получить можно а можно можно это займет время да какой нет случае если вы берете в прокат коньки чаще всего так получается подходит клиент получает коньки и получает одновременно qr-код qr-код действует один сеанс то есть полтора часа мы тем самым ограничиваем количество людей для чего это нам необходимо вот мы в прошлом году столкнулись с этим вопросом по той причине что пришел и не уходят нет если больше 150 человек на льду лед портится а мы все-таки стремимся к совершенству поэтому нам необходимо чтобы мы за полчаса сеансы когда у нас проходит ледозаливочная машина могли восстановить полностью ледовое покрытие чтобы следующему сеансу который придет было комфортно заниматься ну и каким-то образом тогда регулируется поток людей и людям же тоже важно потому что если он будет друг на друге сидеть тоже вроде как и покатаешься в зимние зимние каникулы у нас очень часто происходит такое что перенасыщение перенасыщение но мы понимаем что если например пришла семья с ребенком маленьким они полтора часа не смогут когда мы стараемся этот вопрос тоже регулировать мы выставляем возле турникетов дополнительных администраторов которые фиксируют количество выходящих и добавляем тем самым qr-код ну соответственно пришло у нас 150 человек на первый сеанс все зашли проходит 15 минут с малышатами которые 20 вышли да мы же не можем просто так вот там люди в очереди стоят а мы здесь не даем qr-код и мы естественно всех пропускаем проходить пожалуйста для вас но это происходит в новогодние праздники этот период не очень большой и у нас сейчас делаем небольшую паузу мы такой в на катке до сегодня можно сказать небольшая пауза напомню что у нас гостях анастасия кулик директор катка в парке наташинские пруды о том что там еще запланировано о том кто эти консультанты их как работают тренеры и вообще о катке как а время предпровождение мы продолжим наш разговор через некоторое время напомню что эта программа открытый диалог анастасия кулик директор катка в парке наташинские пруды ну как правило каток либо конце ноября либо в декабре работает но вообще до столицы например не просто катки а там заливают целые какие-то невероятные пространства я даже не знаю ну понятно что другие возможности и другие может быть цели у вас в хорошем смысле слова традиционный проверенный абсолютно профессиональный каток и на нем не только тренируются но и проходят какие-то интересные мероприятия вот расскажите о них что в этом году может быть запланировано и в этом он получается с переходом следующий я расскажу подробнее то что было у нас прошло прошлом позапрошлом году мы в 20 2021 году и 2022 году одни из первых встречали у себя ледовое шоу илья вербуха с огромным количеством олимпийских звезд фигуристов которые показывали невероятное представление я мы здесь прямо здесь у нас все приезжали это было невероятное представление еще раз повторяю в прошлом году пошел снег поскольку происходит это вечернее время до иллюминации замечательные артисты приезжают естественно со своим профессиональным оборудованием которое всегда заявлено на серьезных площадках и это все под профессиональную музыку естественно чтобы все видели все слышали вы знаете такой отклик от жителей когда получаешь ну это вот стоит просто очень многому возрадоваться что называю так а что гномикова готовится ли это тайна пока это сюрприз сюрприз но в этом году будет несколько несколько новых проектов о которых нас уже ознакомили но позже предлагаю всем предлагаю подписаться на наш телеграм-канал в данный момент он называется роллер-дром наташинском парке когда мы на зимний период перейдем он опять станет катком в наташинском парке телеграм-канал и группа вконтакте каток будет наташинском парке да то есть понятно что два будет мероприятия каких-то да а может быть и не два по секрету скажу что для того чтобы предположить что может быть посмотрите что проходит на тему ледовых всевозможных фестивалей конкурсов последнее время рядом с нами столицы мы туда да хорошо насти скажите пожалуйста теперь поговорим вот консультанты я так понимаю тренеры люди которые помогают что это как вы набирали состав кто эти на ваши коллеги как их много почему я об этом спрашиваю потому что некоторые люди уверены что они катаются и начинают крутить пироиды да другие ничего не умеют но очень хотят ну то есть тут без специалиста не обойдешься кто эти люди есть специалисты основные специалисты они у нас профессионалы из числа школа олимпийского резерва как я сказала тренере ольги александровне рогозинской она проводит помимо занятий с активным долголетием она проводит еще занятия секциях индивидуальные программы проводят также тренер школы олимпийского резерва а вот по поводу консультантов которые являются администраторами это сотрудники проката которые в критической ситуации могут выйти на лед и поднять восстановить успокоить какую-то ситуацию потому что бывает такое что не очень скажем так приятные моменты происходит вечернее время когда приходит молодежь и они начинают игры а в это время приходит еще взрослые люди с детками маленькими и друг другу мешают да это все уже решают непосредственно наши администраторы которые также они являются профессиональными может кто-то фигуристы кто-то хоккеисты это совершенно как бы имели даже они имеют отношение ко льду они могут помочь в чем-то если человек упал они оказывают первую помощь на зубору щеда но мы же можем представить себе что лед это всегда небезопасно поэтому важно тоже об этом помнить когда вы собираетесь ну во первых мы должны напрочь не трезвое состояние исключить как-то это проверяется если до при выдаче при выдаче qr-кода и выдачи коньков случае если человек активно использовавший ранее алкоголь алкоголь да или администратор видит что человек не может самостоятельно передвигаться на этом человеку да запрет хорошо а если например действительно нужно оказать помощь но человек может так в общем-то упасть да и особенно ребенок что и кровь может пойти да как тогда скоро его первой медицинской помощи естественно и вызываем скорую оказываем первую медицинскую помощь достаем со льда бывает очень часто это порезают а у нас самая первая человек падает на него сверху коньком наезжают это бывает так к сожалению хочу попросить всех жителей которые планируют к нам на каток помнить о том что с едой и напитками вход на каток запрещен это небезопасно для вас и для окружающих а зачем у него с едой с бутербродом прийти потому что ваша еда падает на лед после на него накатываются падают разбивают а лед наш это очень там есть буфет у нас есть но это только во время перерыва а то есть из буфета нельзя случайно с собой бутерброд утащить охранник не даст они до нас охрана до которая мы-то думали что нельзя еду потому что вы хотите свой буфет продать как в театре не не то это именно безопасность это безопасность первую очередь еще очень интересный момент последнее время это электронные всякие курительные приспособления даже не знаю как они называются и очень это да для молодежи сейчас крайне интересно поэтому все родители приглашаю вас вечернее время на каток проследить за своими детками мы стараемся их ограничить от этой пагубной привычки но не всегда у нас получается они что приносят их в карманах или на шею вешают конечно да получается и в нельзя им подать искать не нужно все делаем для того чтобы да это запрещено на законодательном уровне поскольку мы находимся на территории парка до в общественном месте где очень много маленьких деток но им хочется так вот как котика как катиться кататься и а мы стараемся это все присесть я так понимаю что вот это напряжение нарастает связанная и с алкоголем и с неправильным поведением но с какой-то скажем такой праздничный к сожалению агрессии вот в районе нового года чуть-чуть позже тут у вас наверное удеситеряются нервы и на усиливаем охрану до охрана по всему да вот это тоже такой важный момент мы прекрасно понимаем что это такой элемент становится притяжение да не только но людей которые идут отдыхать некоторые как я сказал туда веселиться ну и понятно что это небезопасно из со всех других слов поэтому позиции которые сегодня существуют охрана у вас предусмотрена я так понимаю что к только еще подключаются и в базу и полиции на скорой помощи на тот случай если быстро надо будет у нас кнопки быстрого реагирования поэтому не рекомендуем никому плохо себя вести на катке также у нас усиливается количество админ персонала на праздничные и выходные дни у нас всегда выходит в три раза больше сотрудников для оказания дополнительной помощи или для решения каких-то ситуаций неприятно но они бывают к сожалению ну конечно мы же социально значимый объект место притяжения городского округа люберцы у нас собираются отовсюду и даже не только из люберец к нам приезжают даже москвичи потому что в ближайшем подмосковье у нас один из лучших даже лучших до ключевое слово еще бесплатно бесплатно да хорошо взял коньки сел на машину приехал и пошел кататься хорошо вернемся еще к вообще к системе катков я так понимаю что наташинский пруд это основная точка притяжения но где-то еще да есть какие-то ваши филиалы или как это сказать вы знаете это не филиалы мы же некоммерческие у нас на звуковой прямо напротив администрации в прошлом году выставлялся в этом году тоже планирует выставляется потрясающий каток да он соответственно конечно он переносной легковозводимый а он тоже с как отличается да от вашего он ваш более такой у нас серьезный да 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 у нас все сезонный а этот он только на зимний период но он ничем не уступает немножко размерами только немного размера меньше тоже там организуем секции тоже там проходят очень значимые мероприятия в прошлом году например прошел матч легенд и все жители вот которые приходили бесплатно совершенно приходили и смотрели матч легенд стал легендой легендой да она потрясающих хоккеистов это было просто фурор так а еще где можно кататься на стадионах заливаются на стадионах катки стадион урожай стадион электрон это точно знаю а следующее это все на сайте дирекции спортивных сооружений тоже можно посмотреть какие катки но вот искусственный лед наташинском парке и на звуковой я так нашу все-таки искусственный лед удобно и в плане обслуживания и в коне приема вот огромного количества желающих да я вам расскажу в чем дело поскольку зима в подмосковье она очень такая разная может быть в случае когда идет дождь лед растворяется да а у нас этого не происходит но это прямо знаете как в сочи можно купаться под снегом у вас но в бассейне из горячей водой купаться сверху будет снег а у вас будет сверху дочь можно было кататься хорошо ну и завершая давайте мы еще раз напомним что активное долголетие то есть как-то группа может оформиться это можно где-то зарегистрироваться тоже дико через госуслуги да сейчас у нас вся информация выкладывается в телеграм-канале и на активное долголетие мы приглашаем совершенно всех вся информация в телеграм-канале каток в наташинском парке по времени и регистрация может пройти прямо на нашей локации на катке хорошо а секция которые вот просто хотят прийти детки да или взрослые для взрослых тоже есть секция ржавый конек это 18 ржавый конек да вот те кто не умеет на секцию супер ржавый конек нет почему это супер ржавый конек это активное долголетие далее ржавый конек а до этого секция золотой и детская секция и ржавый конек секция то есть это все тоже записывается через и грамм-канал или на нашей на месте нашей локации просто приходите ко времени которое в расписании утверждено приходите ну я так понимаю что самое основное время это декабрь январь до февраль и март уже так февраль тоже доктора тоже даже мы уже устраиваем постоянно разнообразные праздники у нас проходит масленицы мы придумываем разные фестивали у нас весело и интересно всегда потому что как вы руководители так и мероприятие пассива да ну что ж анастасия кулик напомню что она директор катка в парке наташинские пруды с ее приходом фактически можно объявлять зимние эфиры у нас почему потому что каток всегда ассоциируется с приходом нового года а когда кстати новый год проходит только по катку мы понимаем когда каток убирают когда каток исчезает значит все зимний период закончился прошлом году вы убрали еще раз 27 марта 27 марта поэтому что называется протрите свои коньки но если у вас коньков нету вы можете их получить в качестве аренды прийти на бесплатный каток в парке наташинские пруды и получить удовольствие причем в любом возрасте и кстати если вы даже либо забыли как катаются на коньках либо никогда не катались вам тоже в этом могут помочь спасибо большое это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания и и и и и и и и и